Здравствуйте! На Тагил ТВ «Факты в лицах» сегодня поговорим с епископом Нижнетагильским и Невьянским Феодосием. Владыка Феодосий, здравствуйте! Здравствуйте! С мая по сентябрь 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всеяруси Кирилла в 100 городах России будет проходить Всероссийский молебен на победе. 1 июня святыня будет в Нижнетагильской епархии. Расскажите, как будет проходить само мероприятие и вообще что это за мероприятие такое? По благословению Святейшего Патриарха, как вы сказали, и при поддержке Всемирного Русского Народного Собора, частица мощей Святаго Великомученика Георгия, который является покровителем нашего столичного града и покровителем нашего воинства, будет совершаться такой большой крестный ход по всей России. И по благословению нашего митрополита Евгения в Екатеринбургской митрополии два города удостоятся посещения этой святыни. Это Нижний Тагил. Святыню привезут нам в четверг, 1 июня. И в Екатеринбурге на следующий день она будет доступна для поклонения. Наверняка на молебен переду тысячи православных. Как будет организована их безопасность? Сколько сотрудников полиции будет? Будет ли пускать машины на территории храма? Так как это достаточно большое и важное событие для нашего города по инициативе наших городских властей. Было проведено несколько оргкомитетов по организации. Точное число, конечно, я не могу сообщить, сколько будет дежурить полицейских. Но будет обеспечена безопасность, будет обеспечен доступ людей в храм и соответствующие меры будут приняты в соответствии с нашим нынешним положением. Поклонение будет осуществляться в 8 часов. В святыне прибудет храм, наш Троицкий собор и прибудет до 7 часов вечера, когда оно уже отбудет Екатеринбург. С утра будет ослужена литургия и, начиная с 10 часов, каждый час до 5 часов будет служиться молебная перед этой святыней священниками Нижне-Тагильской епархии. Успеют ли все за один день пройти, подойти? Ну, мы не знаем, сколько людей будет. Надеемся, что все, кто будет иметь такое желание, все смогут приложиться к этой святыне. Кто в этом году привозит мощи Георгия Победоносца в города России? В чем вообще смысл привозения мощей по городам? Это является таким очень важным моментом для сплочения нашего общества, которое нам очень сейчас нужно, и для того, чтобы показать ту небесную помощь, которую имеет наша страна. Ведь победа в Великой Отечественной войне фактически была завершена на память святого великомученика Георгия. Память его всегда чтилась в нашем народе, и награда великомученика Георгия считалась наградой такой именно воинов за мужество, за смелость. И сейчас мы видим, что Георгиевская ленточка является таким символом нашей памяти, нашей, так сказать, стойкости в противостоянии с, к сожалению, нашими нынешними врагами, которые пытаются неким образом не только на войне, но и в умах победить наше Отечество и уничтожить ту память великую, которая хранилась в том числе нашими предками. Давайте зрителям как раз ещё раз напомним, кто такой покровитель русского воинства, кто такой Георгий Победоносец. В чём его история? Георгий Победоносец — это великомученик. По профессии он был воином за мужество, за смелость. Он достиг высокой должности при императоре. Тогда ещё императоре были язычники. И когда император Диоклетиан решил воздвигнуть новые гонения на христиан, святой великомученик Георгий противостоял императору. И несмотря на то, что он был высокого звания, высокую должность занимал, был достаточно состоятельным, он всё это оставил ради того, чтобы не изменить своей вере, своим убеждением. И благодаря ему многие обратились ко Христу. И это было одно из последних гонений на христианство. И поэтому память великомученика всегда чтилась как воина, как великомученика. И это почитание из Византии перешло в Российскую империю. И сейчас мы тоже с большим благоговением относимся к этому святому, как к одному из самых любимых святых нашей Русской Православной Церкви. А о чём его обычно просят? Всякого святого просят о всяких вещах. По вере вашей да будет вам, как говорится. Поэтому я тут не стал бы разделять, что этому святому молится об этом, этому молится об этом. Но как покровителю нашей столицы и покровителю нашего воинства, конечно, мы ему молимся о нашей скорейшей победе. Можно ли не церковным и не верующим будет принимать участие во Всероссийском молебне, если у них возникнет это желание? Конечно, можно. Храм открыть для всех. Когда у нас в последний раз привозили эту святыню? В 2015 году, тогда новообразованную Нижне-Тагильскую епархию, прибыла тоже эта святыня, которая с торжеством была встречена в нашем городе. И очень много людей пришло поклониться ей. Я думаю, память об этом событии хранится в сердцах верующих людей и всех тагильцев. Вот вы наверняка уже много раз видели, как совершаются подобные молебны. То есть вообще в целом по городам, как оно проходит? Она прибывает, её встречает архиерей со священнослужителями. Помещается она обычно в самый большой и самый главный храм этого города. И в течение времени пребывания этой святыни люди могут прийти в храм, помолиться перед этой святыней и служатся молебны, когда нет богослужения. Давайте ещё раз в конце программы напомним нашим зрителям, когда, куда, во сколько можно будет подходить, и вы можете их пригласить. 1 июня в четверг с 8 утра до 7 вечера до 19.00 в Троицком соборе нашего Нижнего Тагила будет открыта для поклонения частица мощей святого великомученика Георгия. Начиная с 10 часов, каждый час будет отслужена молебна этому святому. Владыка Феодосия, спасибо, что были у нас сегодня в студии. Спасибо за ответы на вопросы. Это была программа «Факты в лицах». Сегодня говорили с епископом Нижнетагильским и Невьянским Феодосием. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин